Задача трех тел недавно вышла на Netflix. Это один из самых дорогих сериалов Netflix, стоимостью около 20 миллионов. Я от него много ожидал. Фантастика и угроза существ. Санти стремятся прибыть на Землю в будущем. Перейдем к видео и рассмотрим то, что можно вынести из концовки. Начнем. Так что вот и объяснение концовки. Это задача трех тел. Видео будет содержать спойлеры. Объяснение концовки. Вся серия вела к проекту Леслица. Человек отправлен в космос. Это просто мозг. Обходся был задачей. Хотели взять Землю, видя в ней стабильное место. Была мысль о сосуществовании, но осознав, что люди врут и обманывают, что раскрыл Эванс, чего Санти не способны, решили завоевать Землю, избавиться от угрозы людей. Санти прилетели с планеты, страдающей от проблемы трех тел и входящей в трехзвездную систему. В планету уносили разные Солнца. Она блуждала в их гравитационных панах. Это привело к хаосу, когда виды страдали и умирали. Они хотели захватить Землю, потому что считали ее стабильным местом для существования. Поэтому, когда Евэнь Цзэ в 60-х в Китае передал сигнал, а затем Санти приняли важное решение о завоевании Земли. В словом, Санти решили завоевать Землю после признания роли лжи в человеческом обществе. Позднее, получив ответ от Санти, она поставила под сомнение судьбу мира, когда в сущности пригласила их пойти к планете. Они установили связь с планетами, считавшейся стабильными, и теперь могли населять ее. Несмотря на гибель многих, если хоть один выжил, то выживают все. Общей поговоркой в сериале, осветившая разница в мышлении видов. Проблемы и темы этого шоу часто были связаны с эгоизмом людей. Например, вырубка деревьев, стоявших в стальстве и видевших больше нас. Пренебрежение серьезной проблемой, которая затронет будущие поколения. Мысль о том, что на ней интересует судьба планеты, если кто-то не поедет туда. Иметь детей, то им не нужно беспокоиться об угрозе, даже если это повлияло на потомков других. Плюс также пренебрежение другими видами, чтобы освободить мест для нужды одного – человека. Вот почему мы видели темы и моменты, в которых пренебрежение к людям было чем-то, что присутствовало и у других людей. Например, когда Уилл отказался поклясться в верности человеческой расе, а также, почему Евэнь Дзэ на самом деле пригласила их прийти, потому что она почти потеряла надежду на человеческую расу после того, как наблюдая за тем, что случилось с ее отцом на публичной сцене, а также за тем, какой она была лечили тоже. Она видела ужасы, которые люди могут причинить другим, и верила, что мог бы быть лучший вид, который был бы таким, как думал Уилл. Почему вся цепочка событий, по сути, и началась. Поэтому, когда дело дошло конкретно до проекта лестницы, где Уилл был кем-то, кто умирал, Уэйд рассматривали его как идеального кандидата на то, чтобы заморозить его мозг и отправить в окрестности Санти, так как это была миссия, которая, скорее всего, привела бы к смерти. Поскольку его мозг был заморожен, это означало, что Санти сможет разморозиться и узнать больше о человечестве и перестроить Уилла в человека, которым он был, то есть больше не болеть. Однако, когда проект был запущен, после того, как несколько бомб взорвались, одна из привязанностей ослабли, а это означало, что мозг Молилла начал переключаться на другую. Теперь это означало, что он будет парить в космическом пространстве в течение миллионов лет, что означало, что проект провалился. Кроме того, это также поставило вопрос о том, что было бы лучше, просто умереть или ваш мозг плавает в течение миллионов лет в надежде, что он потенциально получит найден другим видом. Был ли этот мозг в данном случае человеком, или в тот момент, когда он был удален из человеческого тела, он перестал быть таковым бы. Это заставляет задуматься. Эти, как вид, были гораздо дальше в технологическом развитии. Но из-за путепредствия, казалось, занимающего около 400 лет, их прогресс замедлился. За увеличение прогресса и со временем они окажутся дальше, когда прибудут на Землю, те перестанут считаться передовыми, а будут менее развитыми, чем люди. Вот почему они уничтожили всех ученых на планете, не желая, чтобы люди продвинулись до уровня, на котором они станут более продвинутыми и могут уничтожить Санти, осознав угрозу. Санти смогли сделать это благодаря созданию Сафона. Они создали четыре и отправили два на Землю. Сафон – это оружие Санти, азум размером с Землю. Он может путешествовать со скоростью света, поэтому достиг Земли, стремясь обернуть Землю иллюзией и напитать планету всем, что она хотела видеть. Это позволило счетчикам появиться в глазах людей, заставив их прекратить работу. В течение десяти лет блоги на планете перестали работать, чтобы распространялись сообщения, в которых этот вид называли жуками, а также чтобы Татьяна была невидима для камер и реальности, глядя на происходящее, потому что мир в тот момент был полон иллюзий, и Санти уже контролировали ситуацию. Это также причина, почему Санти могли видеть и слышать все. Поскольку он был размером с мир, это означало, что он был всезнающим и всеслушал и наблюдал, поэтому он мог передавать информацию видам и позволять им действовать. В провале проекта лестницы люди потеряли надежды получить представление об этом виде, но параллельно с этим был проект, который возглавляла Организация Объединенных Наций под названием Проект Вольфазера. Вот где тремя великими умами было поручено разработать план, как победить в войне, которую планета должна вести против Санти. Благодаря Софан Санти были в курсе всего и понимали не в угрозах на Земле. Проект Вольфазер выбрал трех умов, работавших исключительно своим сознанием. Сознательно отказавшиеся быть одним из Вольфазеров Саула осмеивали. Это было для того, чтобы события не вникли в ситуацию и угрозы. Саул был одним из избранных. Некоторые не верили Саулу, думая, что это шаг отпугнуть слушавших его санкосе. Невы из последователей привязали убить Саула. Несмотря на противодействие Санти, не все были против и защищали свои идеи как воины Господа. Люди, которые верили, что Санти были высшей силой и существом, они поклонялись им такими, какие они есть. Почему такие люди, как Эванс, Дер Йи, Татьяна и даже нападавшие в конце вели себя так, как вели. Когда Уэйд возвращался в самолет, мы увидели, что перед ним появился Софон и напомнило ему о том, как хрупкие люди и как сейчас у них есть что-то власти над планетой. Они также сказали, что с нетерпением ждут встречи с ним. Это отсылка к тому, что он был заморожен в течение сотен лет, но проснулся на одну неделю год с намерениями проверить, что проект продолжает работать без сбоев. Поэтому я чувствую, что в какой-то момент это вероятно будет своего рода подорог во времени в следующем сезоне шоу. Последнее, что мы увидели в сериале, это то, что Джин и Со вместе в конце выпивают свои печали из-за проваленной миссии в мотеле. Подумались о том, как Санти называют людей насекомыми, что часто мы считаем насекомых незначительными и досадными. Кларенс все собрал, посадил в машину и отвез на место, где было много круглолетящих насекомых. Здесь мы видели, как они процветали в своей среде, показывая, что выстояли тысячелетия попыток людей избавиться от них, но они просто не могут быть остановлены. Это было его заявление о том, что в этой ситуации люди насекомые, и с работой, которую они собираются выполнять, они собираются найти путь, как суметь победить Санти и удержать планету, преуспевая, так же, как насекомые. В общем, я думал, что это шоу было довольно хорошим. Я не буду врать. Думал, что оно будет немного лучше, чем оно было. В нем были крутые элементы. Начало шоу передало тон сериала, по моему мнению. С продолжением эпизодов сериал начал пропадать. Замедлилось, элемент гарнитуры, включение Зофан и доминирование начали исчезать, будь сосредоточились на противоречиях внутри. Понимаю, что сердцем сериала была большая часть человеческой природы. Для меня это потеряно в этом. Начало определенно было лучше конца. В плане выступлений ошибок в них нет. Ясно, что за этим стояли люди из Игры Престолов, Воссоединения. Были Сэр Давос, Сэмвел Тали, Варис, Верховный Курган. Меня тоже удивило большое количество британских актеров, появившихся в фильме, даже не авторитетных в актерской среде. Я все же думаю, что актеры все работали на ура, и каждый из них заставил нас верить в их истории, испытания. Я считаю, что шоу процветало благодаря прекрасной съемке, но было наслаждением для глаз и передавало научно-фантастическое окружение, к которому стремилась. Мне также понравились спецэффекты некоторых сцен, например, жуткая кровавая баня, где все взрубали на куски, и когда корабль рухнул в ничтни. Я также считаю, что в этом шоу хорошая музыка. Когда на экране появлялся отсчет, сопровождающийся острой музыкой, было довольно страшно. Ощущение отчаяния, террора и страха было передано превосходно. Несмотря на то, что Netflix не объявил о втором сезоне, я уверен, что он будет. Шоу основано на трилогии книг, и учитывая его популярность на Netflix сейчас, успех неизвежен. Так вот вам объяснение конца трех тел.